Добрый день, меня зовут Денис Гордари, я художник, автор выставки, которая у нас как раз открылась в Казани, в галерее Бизон. И сейчас, несмотря на свою нелюбовь делиться с мыслями, я постараюсь вам немножко об этой выставке рассказать. Вся выставка поделена на некоторые тематические разделы. И вот этот вот раздел, он получается первый на выставке и пространственно, ну и как бы в логике творческой, что ли, тоже первый. Почему? Потому что вот эти вот работы, которые делаются в электронном формате, digital, они для меня самые простые, в хорошем смысле этого слова, простые. Потому что та техника, которую я использую для живописных работ или для декоративных стекла, она сама по себе довольно сложная. Сложная технически, на нее требуется тратить очень много времени. Это не связано с какими-то там особыми умениями или неумениями, просто сама техника такова, что она требует огромного количества усилий. И когда ты хочешь сделать что-то быстрое, чтобы каким-то образом, не знаю, там художественно, эстетически отреагировать на то, что происходит здесь и сейчас, вот технологически те вещи, которые я использую в живописи, они не подходят. А то, что касается digital, это прямо можно делать здесь и сейчас. Поэтому раздел, собственно, посвященный электронным работам, который называется «Отпечатки», он у нас и расположен первый на выставке. Потому что он самый быстрый, самый сиюминутный, самый простой в хорошем смысле этого слова. Вот этот раздел выставки под страшным названием на Амахе, он вообще посвящен одной идее, которая впервые была озвучена Фридрихом Ницше лет примерно так 150 назад. Именно Ницше является родоначальником идеи того, что в основании нашей человеческой цивилизации лежит не только глобальный смысловой принцип, как его называли греки логос, лежит не только логос светлый, логос вертикальный, логос Аполлона, но на самом деле есть еще и другой логос, логос Диониса. Вот эта вот идея Ницше, которая родилась у него в конце 19 века, эта самая идея, она настолько важная для нашей цивилизации человеческой, современной, и она оказала такое глобальное влияние на всю последующую историю, на историю 20 века, в очень разных областях нашей деятельности, и в культуре, и в философии, и в политике, в экономике, в поэзии, в литературе, в искусстве. В общем, метастазы, в кавычках, конечно, этой идеи, они проникли буквально во все сферы нашей жизни, потом, да, за последующие там сто с лишним лет. И вот эта вот его идея о взаимодействии, противоборстве, противоположности двух логосов, лежащих в основании нашей человеческой цивилизации, логоса Аполлона и Диониса, эта идея, она нашла свое продолжение уже в наше время, в лице и в мыслях, в идеях нашего современного российского философа Александра Гилевича Дугина. Он в свое время сделал предположение о том, что в действительности есть не только второй открытый глобальный логос, второй логос открытый Ницше, да, логос Диониса, но есть еще и третий логос, логос совсем скрытый, который мы как бы не видим в современном мире, который мы несколько потеряли. Но сам логос этот никуда не делся, и он точно так же присутствует в нашей жизни, во всех культурах, во всех цивилизациях Земли, вносит свою лепту вот в это вот противоборство глобального ума. Когда Дугин озвучил эту идею, насколько я понимаю, он решил провести глобальное культурологическое, философское, экзистенциальное исследование и проверить, ну, чуть ли не все существенные большие культуры нашей небольшой планеты на присутствие и взаимодействие и противоборство этих трех логосов, что, собственно говоря, он и сделал, у него получился даже целый такой большой цикл книг, 24 тома под названием «Наамахия». «Наамахия» само слово, если его переводить на русский язык, с греческого, переводится как «борьба ума» или «битва умов». Когда я натолкнулся на эту Дугинскую идею, начал читать его книги, меня так захватила вот эта вот его модель, настолько она, с одной стороны, перекликалась с моими какими-то собственными мыслями, как культуролога, как художника. А с другой стороны, это же такое, ну, представляете, такое масштабное исследование, на которое Александр Гельевич потратил всего 24 тома. Ну, я и как художник, как мыслитель никак не мог пройти мимо этой идеи. И, собственно, они стали каким-то образом, вот эти мои поиски в рамках изучения дугинских идей, они стали реализовываться в некоторые эстетические, смысловые, этические образы. И этот раздел, он посвящен как раз именно вот этому развитию нитшанской идеи, которая в дальнейшем, через сто с лишним лет после Нитши, была продолжена Александром Гельевичем Дугимом. На втором этаже у нас сразу целых три тематических раздела. Один посвящен стеклу как особому материалу, второй посвящен природе, ну, или вернее, некоторому моему видению вообще этого феномена. И третий раздел посвящен так называемому шестому чувству и базовому поэтическому основанию в любой человеческой деятельности. Что касается стекла, этот раздел у нас называется «Мир за стеклом». И вот это название, оно не случайно, потому что сам по себе материал, вообще любой материал в деятельности художника, это не просто материал. И даже краски всегда это не просто краски, потому что материал на самом деле, и это знают все художники, он всегда обладает собственной волей. Но есть материалы, которые настолько обладают ярко выраженной вот этой собственной волей, зачастую отличной от воли и желания художника. И вот стекло – это один из таких материалов. На самом деле люди со стеклом работают уже многие-многие тысячи лет. И я так подозреваю, что все эти долгие тысячи лет они пытаются узнать душу этого материала. И я в свое время совершенно случайно попал в эту тему, тему стекла. Никак не планировал этим заниматься. Так сложилась жизнь, как обычно это у художников бывает. И меня настолько захватил этот материал, что буквально несколько лет я практически не вылазил из мастерской, проводил часы и дни в поисках, в экспериментах, чтобы каким-то образом выкопать вот эту вот душу материала и потом превратить это в некоторые технологические возможности, которые позволяли бы с одной стороны реализовывать мои собственные художественные задумки, а с другой стороны взаимодействовать с этой вот душой, с этой волей материала, которая очень часто, как я уже сказал, отлично от моей, от воли и замысла художника. И здесь достаточно много работ из стекла мы привезли. Собственно, сами работы, они не только из стекла. В основном это стекло, стекло разных марок, и листовое, декоративное стекло, и в том числе другие материалы. Это фольга, различного рода эмали, пудры, порошки, сусальное золото, серебряные порошки. Ну, в общем, много всяческих разных материалов. Фактически все, что попадало под руку, и все, что мне удавалось технологически встроить в этот тепловой режим, чтобы в итоге в печи получилась та работа, которая с одной стороны хотелось бы мне, а с другой стороны вот эта душа материала, душа стекла позволяла бы мне это сделать. Как правило, художник имеет достаточно богатую возможность работы с первоначальным замыслом, с эскизами, с задумками, с моделями, а со стеклом получается несколько другая история. Как правило, максимально интересные и крутые работы получаются тогда, когда ты не реализуешь свой авторитарный художнический замысел, а пытаешься воспользоваться как бы той возможностью, которую тебе предоставляет уникальная ситуация здесь и сейчас, и сама воля материала, сама воля вот этого стекла. Вокруг тебя, чтобы вы понимали, как происходит процесс, у тебя огромный большой 4-метровый стол, на нем залежи стекла и разных материалов, и вот ты садишься за это и начинаешь из того, что есть, потихонечку собирать, как бы реализуя вот этот уникальный момент здесь и сейчас. Если ты придешь сюда завтра, сядешь за этот стол, то у тебя уже точно не получится то, что получается сейчас, просто потому, что момент будет другой, и стекло будет вести себя по-другому. И вот эта вот особенность стекла в творческом процессе, она совершенно потрясающая. Мне так в свое время захватила вот эта вот творческая идея, что я довольно много лет потратил на вот этот вот уникальный творческий процесс. Когда я планировал вот этот раздел, когда мы обсуждали смысл этой части выставки, как художник и как тот человек, который живет в начале 21 века, вот как мы все современники, да, я на самом деле убежден, что мы современные люди, мы прям сильно чересчур материалистичны. Мы сильно материалистичны, причем настолько, что это очень-очень значительно обедняет нашу жизнь. И нам всем, несмотря даже на то, что мы часто говорим другое, нам всем кажется, что, ну вот есть некоторая реальная жизнь, которая заключается в том, что мы что-то делаем, зарабатываем деньги, добиваемся каких-то результатов, идем на работу или занимаемся бизнесом, или еще чем-нибудь. Ну, еще миллион всяких хочется, да. И не то, чтобы это плохо, это замечательно. Но просто проблема заключается в том, что жизнь этим не исчерпывается. И это далеко не самое главное. И вот это вот даже само словосочетание, шестое чувство, сама формулировка, она говорит о том, что есть некоторые главные чувства, типа вот мы слышим, мы видим, мы щупаем, мы там, у нас все, есть запахи. И есть некоторое какое-то шестое чувство непонятное, которое, дескать, в общем, может быть, его и вообще нет, но типа оно есть. И это как раз вот такая конструкция, это порождение нашего современного материалистичного мира. Потому что в действительности вот это самое неуловимое и практически как бы не существующее шестое чувство — это первое чувство, это самое главное чувство. Это чувство о красоте, это чувство о смыслах, это чувство о сакральном, чувство о Боге. Это самое главное чувство, вслед за которым уже идут все остальные наши чувства. И, собственно, вот этот раздел, он как раз и посвящен каким-то моим мыслям на тему того, что вот это пресловутое шестое чувство, оно несколько потеряло свою значимость в наше время. А это очень зря. Это прямо очень сильно зря, потому что, знаете, не зря у древних греков было такое слово, хорошее слово, слово «поэйя», 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 «поэзис» и «поэйя». Ну, это примерно синонимы. Так вот, «поэйей» греки называли некоторое базовое поэтическое основание, которое присутствует по воле богов в любой человеческой деятельности, в любой человеческой активности. Греки точно знали, что вот эта вот магическая, поэтическая субстанция, она присутствует в любом нашем человеческом действии. И она, суть, есть самое главное, что есть в человеке. Потому что если мы вспомним, вот если вы задумываетесь, скажем, происхождение слова «искусство», мы понимаем на английском языке это «арт», и на других европейских языках тоже примерно так. И всё это произрастает из латинского «ars», да, а латинское слово «ars», которое мы переводим как «искусство», оно в свою очередь является калькой из древнегреческого «техне». Если вы вдруг зайдёте в любой словарь, то вы там как раз подобного рода формулировку и увидите происхождение слова «искусство» через «ars» латинское к древнегреческому «техне». И я как-то в своё время задумался о том, ну почему «техне»-то вдруг, ну почему «техне»? Потому что если мы будем точно переводить слово «техне», стараться перевести его на современный русский язык, то мы с удивлением обнаружим, что на самом деле «техне» мы бы скорее в своём сегодняшнем понимании перевели не как «искусство», а скорее как «ремесло». Потому что «техне» для греков – это любой вид человеческой деятельности, который требует высокой степени мастерства и определённой интуиции в теме. Вот это «техне». Соответственно, к «техне» греки относили медицину, навигацию, кулинарию, там, росписи в вас, ну и всё такое прочее, понимаете? То есть под то, что мы сейчас говорим «искусство», на самом деле греки думали на эту тему совершенно по-другому. Но я вообще считаю, что это прямо филологический заговор, что мы все переводим, возводим своё современное понимание слова, термина, термина «искусство» к «техне». Потому что у греков есть другой термин, и этот термин – поэзис. И поэзис, по сути, если попытаться тоже перевести на русский язык, то поэзис – это некое высшее творческое начало, которое означает некоторый прорыв человеческого духа вот к этому, к высокому, божественному, сакральному творческому началу. И в действительности, если мы серьёзно относимся к искусству и серьёзно как-то пытаемся понять, что это такое, то это есть некоторые взаимодействия – «техне» и поэзис. И вот то, что я начал говорить про вот это слово, которое у меня является любимым – «поэя», это вот эта некая магическая субстанция, поэтическая, которая есть в каждом человеке и которая есть в каждом человеческом действии. Просто мы про неё забыли. И это самое шестое чувство, которое мы сегодня считаем, ну, как бы не самым обязательным, не самым главным, а многие его вообще считают, что его и нет. А на самом деле оно есть. И вот это шестое чувство в действительности является первым, и оно как раз отражает вот эту вот самую поэию, которая присутствует во всей человеческой жизни. Как это может не странно прозвучать, но, честно говоря, я искренне рассчитываю на то, что каждый из вас сможет взять для себя с этой выставки что-то ценное. Пусть это будет какая-то такая маленькая штука, возможно, не имеющая никакого отношения к названию выставки, к её идеям, к названиям картины и вообще тем смыслам, которые я туда закладывал. Но вся ценность искусства, ну, в таком глобальном понимании, она заключается в том, что вообще искусство, оно подвигает нас к некоторым иногда даже странным поступкам. То есть благодаря искусству человек получает возможность почувствовать себя причиной там, где он раньше себя представлял лишь как следствие. Если вот эта мысль будет немножко в голове бродить, то, возможно, то ценное, что у вас получится взять, оно как раз будет заключаться вот в этом небольшом путешествии между причиной и следствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!